Слово ректора Слово ректора Слово ректора Слово ректор 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 все повторяется. Те же проблемы. Если сегодня взять Ушинского с его подходом, что не надо немецкую рубашку одевать на русского ребенка. У него есть работа о пользе литературного чтения, о воспитании. Там все время говорится, Россия своим путем идет. Ну, а тот путь, о котором вы говорите, ведь смотрите, вы говорите, что каждые 100 лет повторяется в новом, допустим, витке, но проблемы остаются те же. Академия образования Российской Федерации. Ведь эти методики надо разрабатывать, наверное, сейчас. Не упускать это время. И для того, чтобы ориентироваться в этом пространстве, кто-то должен помочь нашим педагогам. Дело в том, что в Академии тоже был такой период затещи некоторого. Давид Тойчев-Фельштейн, вице-президент Академии, он давно занимается, он занимается проблемой психологии развития. И последние лет 10, он автор книг большого количества, он говорит о том, что ребенок, другой стал. И поэтому задача Академии разрабатывать технологии, методики работы с другим ребенком. Вы имеете в виду воспитательные технологии? Я имею в виду развивающие, воспитательные, конечно. Нужно искать новые подходы, новые технологии. На мой взгляд, нужно быть там, якими учителями, как были у меня в школе. Вот я действительно до сих пор помню Валентину Николаевну Касьянову. Это я хотел задать вам вопрос по этому поводу. Добрая, интересная женщина. Понятно, что с моими родителями у нас были... Ведь прошло столько лет. Почему? Как вы думаете, почему первый учитель запоминается? Я сразу немножко вернусь. Я тоже помню своего первого учителя, Лидии Георгиевну. Это 279-я школа, здесь вот, на ВДНХ. И у меня, конечно, остались тоже теплые только чувства, потому что аура, которая от нее шла, она, конечно, до сих пор помнится. Вот я думаю, что, наверное, тепло и отношение к человеку, к маленькому человеку, как к человеку. Светлана Константиновна, ну, не могу задать вопрос о детях. Ну, все мы, конечно, родители, наверное, стремимся, чтобы наши дети были наследниками нашей профессии. Как у вас обстоят дела? Ну, у меня одна дочка закончила Ленинский педагогический университет, тогда он был, московский, и кандидат в психологических наук. Защищалась в институте педагогической психологии, тогда уже, у меня вот уже была Российская академия образования. Ну, и внуков. Внук закончил наш институт, и внучка закончила. Внучка пошла, почему я так трепетно отношусь к выбору специальности, внучка пошла учиться психологии, училась в МГУ, на дневном, потом перешла на вечернее, поняла, что это не ее. Закончила у нас туризм факультет. Попыталась поработать, поработала немножко, и внук тоже. Поработали, и внук ушел работать в другую отрасль, а внучка работает в деканате. Скорпулезно делает расписание, работает с преподавателями, со студентами. Это получается. Скажите, пожалуйста, вот с 93-го года вы уже работали в Московском психо-социальном университете, а в 99-м году стали его ректором. Это тоже очень интересно случилось. Я была в Киргизе на какой-то конференции, выступала по телевизору, там много, на расхват, как раз, это было и только перестроечное время. И меня потом нашел какой-то молодой человек, Слава Агай, кореец, в Москве уже нашел. И говорит, вы знаете, мне так понравилось, скажите, куда перевел 30 тысяч, делайте, что хотите, вдруг что-то у вас получится. Мы эти 30 тысяч отправили, 27 800 с чем-то рублей в Костомольскую правду, дали объявление. И на нас шлепнулось, иначе не скажешь, около 60 тысяч писем. И у нас были первые студенты, 56-летние, весь Советский Союз. Мы не знали, куда с ними идти. И в то время не было ни лицензии, ни аккредитации. Ну вот собралась команда интересных людей, которые... Это какой год? 91-92. Собралась команда людей, кому было это интересно. Но система негосударственного образования в то время и сегодня она спасла огромное количество интеллигенции, педагической интеллигенции. Потому что, вспомните, вот эти времена люди уходили, челноками работали. И профессуры, и учителя. А мы сумели штучно отобрать лучших. И сохранили их достоинства, их профессионализм. У нас есть докторский совет по педагогике, психологии был, по экономике, по юриспруденции. И вот еще одна, так сказать, правила игры. Мы с вами до передачи говорили об этом. Изъеменеть так быстро правила. Вот был совет юридический. Прошло 4 защиты кандидатских. 11 или больше мы отвернули, не взяли. И наш совет закрыли только из-за того, что было мало защит. Я много лет была членом коллегии по аттестации. И меня все время удивляло, я даже выступала там, что нельзя считать минусом деятельности ученого совета и института то, что у него, допустим, 100 человек принял, через 4 года и 100 человек не защитилось. В советское время тоже мы не защищали все подряд. Вот в системе образования, наверное, так же, как и в медицине. Хотя, если подумать, и в политике нельзя вот эти допускать, вот эти на ходу смены правил игры. Все должно быть в логике. Я не люблю слово технология, но она напрашивается. Технологии выращивания. Если мы можем говорить технологии выращивания парковки и помидора, то и человека надо выращивать. С пренатального периода значит, надо поработать с родителями. Вот вы говорите, молодежь какая. Молодежь разная. Так же, как в советское время какое-то количество идет действительно мотивированное. И они молодцы, не расслабляться не дают. Вот есть часть, которая, так сказать, продлевает свое социальное детство, делает одолжение родителям. Есть вообще просто действительно пришление их. Мы отчисляем. Ну, кстати, очень много молодежи заканчивала вуз по одной специальности, работала по другой, мечтает о третьей. Вот эта проблема, как вы думаете, то, что молодой человек не может, в принципе, до поступления в ВУЗ выбрать свой жизненный путь. Вот в чем заключается? Ну, во-первых, раньше в школах был замдиректор по воспитательной работе. Раньше очень хорошо была поставлена профилактика, пропедевтика, ранняя такая профориентация. Сейчас в Москве, в министерственном департаменте Москвы, они очень серьезно этим занимаются. Но вы правы, что очень часто будет, и сегодня сейчас, по государственному, за мне государственным, почему ты выбрал, а вот в этот, наш 8 минут, а вот у вас кто-то из друзей пришел сюда учиться, поэтому, или специальность там что-то понравилась. Здесь тоже, мне кажется, надо быть очень гибким. Вот я, например, у нас в институте разрешаю после первого курса, если ребенок приходит ко мне, и говорит, он, кстати, ну, а вот экономика не моя. Вот то, что общегуманитарные блоки, один практически, ну, по часам разнится, я разрешаю переходить. Вот. Сейчас мы разработали у себя в институте программу представления профессий. Ну, так как, опять-таки, просто так рассказать, сесть, рассказать юристы, то-то-то, то-то, студенты, студсоветы, молодые у нас, очень много молодых, вот они сценарии разработали, очень интересные вещи по юристам, они там трупы ищут, расследуют, этот детектор лжейт. Это они сами придумывают. Это они сами делают. Еще конкурсы сами себе придумывают, по психологии, там, интересно все. Вот этим надо заниматься. И еще, в советское время была школа юного специалиста. Вот это необходимо возрождать. Я помню, я заканчивала шестую школу в Киргизе, перешли мы в четвертую, в пятый класс, нас отправили в первый класс. И вот эти первочки до десятого класса за мной так и бегали. Скорее всего, что и они в какой-то степени определили мою будущую профессиональную судьбу. Я привыкла чего-то с ними делать, привыкла за них отвечать. И вот это передалось уже и во взрослой жизни. Этим надо заниматься, потому что, действительно, ребенку очень трудно. Меня пугает, когда, вот я смотрю же телевизор, пугает, когда молодежь спрашивает на какой-то молодежной передаче, на что вы готовы, чтобы у вас было все. И они говорят, на все. Вот это ужасно. И делается страшно. Потому что, понятно же, человек переступит все, что угодно. И себя тоже, в том числе, и потеряет себя. Очень хорошая пословица есть, и я студентам говорю, на Востоке сажа не жжет, оно пачкает. Вот очень важно дойти до зрелых лет, вот не испачканное. Не испачканное. Исходя из этого, ваша методика воспитания молодежи, что нужно срочно делать сейчас? Знаете, любить их. Относиться к ним как к равным. И вот, мне кажется, даже при преподавателе нашей, все мы говорим об этом, обидеть легко, отбить любую специальность еще легче. выстроить эту стенку между собой студентам. Потом стыдно будет. Все равно, каждый из нас по вечерам, назад прокручивая свой день, понимает, где он ошибся. Найди все мужество. Я вот пытаюсь так делать. Я могу не согласиться с кем-то из преподавателей, сотрудников, прокручиваю назад, иду и говорю, извини, пожалуйста, ты была права. Для меня это, я себя не роняю. Для сотрудника право на мысль, право на движение вперед, и право придумывать что-то. Светлана Константиновна, скажите, пожалуйста, сейчас часто говорят, не хватает инженеров, не хватает техников, не хватает других рабочих профессий. Скажите, пожалуйста, вот гуманитарное образование, в основном, чем вы занимаетесь, не будет его ли роль уменьшена в нашем обществе? Ну, к этому идет, с одной стороны. С другой стороны, мы все забываем, и страна забывает о том, что наука давно доказана и нашей, и не нашей, что образованный человек с высшим образованием, со средним образованием, он продуктивнее работает, где бы он ни работал. Вы говорите о рабочих специальностях. Меня страшно интересует, сейчас и интересовала всегда культура межнациональных отношений. И вот сегодня ситуация с миграцией, этим огромным количеством мигрантов, мне думается, очень было бы разумно, если мы сумели бы, ребят разных этнических, числа детей, мигрантов, уже осевших у нас, вовремя, после девятого класса, помогать им приобрести рабочую специальность. Потому что, если посмотреть эту логику развития, вот Александр Григорьевич, Асмолов, Яза, мы занимались толерантностью. И мне думается, что и Стефаненко, Солдатов, и ВМГУ этим занимаются, много специалистов. Очень интересная работа Бодлиеров из Санкт-Петербурга докторская, социальный аспект толерантности. Мы все время, когда я тоже в том числе, я всегда отмахивался, это вот у них там глобализация, им тяжелых, а у нас-то наши приедут. Мы не учли, что за 20 лет уже не наши. Понимаете? И поэтому вот наш институт придумал лет 8 тому назад очень интересную программу, она до сих пор работает в нескольких школах. В Южном округе у Бладдина Григорьевна Минько, такой блестящий руководитель, мы придумали там Центр психолого-лингвистической адаптации детей-мигрантов. То есть, это хорошая тетя Валентина Николаевна, типа МАИП, на продленке. И детям, разобрав этническое, это множество, разнообразие, она им рассказывает, вот у тебя завтра будет вот этот трудный материал. Я потом, когда контролировал эту программу с учителями, разговаривали, они говорят, они так смешно себя ведут, значит, я, говорит, объявляюсь в классе, вот сегодня у нас трудный новый материал. Эти детки из продленки, они сидят гордые, им уже рассказали. Получается, они накануне, они два раза в классе и после класса слушают, и в пятый класс они приходят уже выровненные. И вот это сейчас нужно делать по всем российским школам. Как много тонкостей. Да, потому что, в противном случае, был период, когда началась более массовая такая миграция, это где-то 2000 год, когда приезжают дети взрослые, там 10-15 лет труднее, с дошкольниками, а сейчас уже идет волна, здесь рожают и здесь, значит, детские сады. Вот очень важно вот это ухватить. Что наш институт не государственный, чем мы занимаемся, и в рамках научно-сельской работы в РАО. Мы собрали, и сейчас готова к изданию книга «Игры народов России». С учетом того, что там есть и киргизская, и узбекская, и туркменская, и таджистская, и армянская, и грузинская. То есть, Россия все равно остается многонациональной. Сейчас у меня должна прийти автор, с которой мы делаем книгу «Сказки народов России», потом пословицы «Поговорки». Это для школ. Это для школ, да. Но дело в том, что получается очень интересно, когда погружаешься в этот материал, сказка – это метод воспитания, пословица «Поговорка», оценка – это. И тогда, когда смотришь это по Вернацкому, по Гумилеву, каждая местность имеет свой набор. Чему нужно научить? Все с ними лазание, прыгание, горы, реки, плавание, все у них есть. Векутий – другой набор. У кочующего народа третий набор. Но все равно все это общее. Воспитать человека, который физически, физиологически может выжить, вот в этой, физически выжить на своей исторической родине. А когда эти детки приезжают из другой климата, с другим, ну там долго. Менталитет. Но менталитет скоро опять-таки складывается для того, чтобы выжить. Правила игры те же. Ну, если приезжают, как вы говорите, детки, им по 15 лет, они уже сложившиеся. Они сложившиеся, они уже воспитанные. И здесь их перевоспитать или обучить уже намного сложнее, наверное, чем то поколение, которое его трудило. Ну, очень интересно получается. Вот приезжает, допустим, ребенок воспитался там в Азербайджане, в Киргизии, в горах, там где-нибудь, где-то там. Ему там на родине себя идентифицировать с этносом не надо. Он свой. Он приезжает сюда. С чем он сталкивается? Он сталкивается с другим углом падения солнца, с другой продолжением солнечного дня, с другой водой, с другой геймпродуктом питания, который вырос в другой воде, в другой земле. И все это ему несет определенное нарушение. Ну, стресс. Ну, стресс вы называете скорее психосоматические расстройства. Тогда он думает, почему ему так нехорошо? А там было хорошо. И он начинает гиперболизировать свое прошлое там, еще не как там хорошо, и не любить нас. И поэтому очень важно ему через сказку, через пословицу-поговорку, через знание сегодняшнего российского воспитателя, учителя, какие-то фамилии не только по Киргизии Айтматова, но еще кого-то, там еще что-то. И общее, и особенное. И вот почему мы сейчас программу такую интересную делаем, спортивная игра народов России. Через спортивная игра, там, любая игра, она, лидерство определяет, харизматичность, ролевые, свои вещи какие-то. И вот поэтому то, что делаем и самим интересно. Валерина Константиновна, я хотел бы вернуться к вашему университету, который вы возглавляете. У вас 27 филиалов. Это по России или из странах, по России? Почему так много? Расскажу. Вот когда я вам рассказала сказку, как мы открывались. Я поэтому задумал. И, на мой взгляд, очень умные мэры городов начали слать письма. Откройте, пожалуйста, чтобы стабилизировать молодежь. Потому что умный мэр всегда думает о том, кто у него будет жить и работать. И мы открывали и в станицах, и в малых городах России. Опять-таки, размышляю уже взрослая, научилась и надо думать. Вот, допустим, Торжок, Вышневолочок. Маленькие совершенно... Маленькие русские, старинные, классические, хорошие, такие купеческие города. Чудесно, трогательно очень. Но им доехать до Твери где-то 150-180 километров. Стоимость билета. Значит, мама отправляет ребенка, думает, волноваться о массе социальных рисков. Некоторая деформация обязательно произойдет с этой маленькой девочкой или студентом, или студенткой. И она, когда есть, она вернется туда, она перестает любить свою малую родину. Она уже большие города увидела. Рестораны, тогда, помните, горные дома были. И она там оказалась невосстребованной. И вот там, когда мы открываем в таких местах, в зданице Полтавская, Брюховецкая, Краснодарского края, ребенок идет на перерыв большой, идет домой покушать. Это сохраняет его внутри пространства, его пространство бытия. И от нас тоже. Ну, задача, вы, я понимаю, подводите к мониторингу и сокращению вузов. Действительно, и нам, Андрей Александрович Фурсенко, все время на совещаниях у Зернова говорил, займитесь сами, так сказать, сокращением. Действительно, сегодня существуют вузы, когда 21-27 человек на первом этаже где-то в квартире снимают и там чуть ли не занятия ведут. Мы пошли другим путем. Мы вот 27, из 27, мне кажется, 20 у нас собственные здания, двухэтажные. Уникальное здание у нас в Брянске. Мы с Колышко построили где-то 30 тысяч квадратных метров кирпичные здания, полностью оборудованы. Библиотеки. Наш негосударственный вуз с 1994 года, у нас главный редактор издательств Девитоис Фельштейн, вице-президент Российской Академии Образования. Мы издали «Невру» 23 миллиона экземпляров учебной методической литературы. Прославились в хорошем смысле слова серии «Психологи и осечество» в 70 томах. И вся страна, куда ни приедешь, везде эти книги стоят. Светлана Константиновна, я благодарю вас за интересную беседу. А нашим телезрителям напоминаю, что сегодня у нас в гостях Светлана Константиновна Бондарева, академик Российской Академии Образования, ректор Московского, психолого-социального университета. А сейчас я передаю слово ректору. Прошу вас. Мне удобно пользоваться такой возможностью, но очень бы хотелось, чтобы ребята понимали, ребята, которые заканчивают сегодня школу в Москве и в стране, понимали, что у них есть возможность получить хорошее образование. Я бы очень хотела, чтобы вы, думая над этим вместе с родителями, понимали, есть ли в ВУЗе лицензия, аккредитация, потому что еще большое количество есть ВУЗов, которые позволяют себе шалить, иначе не скажешь. Хотелось бы, чтобы вы посмотрели сайт Московского психолога социального университета, познакомились с профессурой, которая у нас работает. Там очень много интересных имен, известных авторов, учебников, по которым учится вся страна. Походите по разным ВУЗам. Есть это Москва, естественно, разные ВУЗы на дне открытых дверей. В ВУЗе очень важна обстановка, атмосфера, взаимоотношения, присматривайте их взаимоотношения между сотрудниками и студентами. Вот меня утомительно, хлопотно, но когда студенты наши с 9 до 9 толкутся в институте, с одной стороны, вроде бы, слишься на них, а с другой стороны радуешься, думаешь, какое счастье, что у ребенка есть. А мы за глаза у всех называем дети, что у ребенка есть возможность вот в свой вечер, вместо того, чтобы там что-нибудь делать, в подъезде там, или на улице хулиганить, есть возможность где приткнуться и решать свои проблемы. В нашем институте есть театральная студия, есть музыкальная, есть киностудия, масса всяких там мероприятий, мероприятия, где вы можете себя реализовать. Ну, это есть во всех вузах. Выберите ту специальность, которая, как любимая женщина, у вас будет единственная. Тогда вы будете счастливым человеком. Редактор субтитров А.Семкин